Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Масаналы. Общереспубликанское тестирование – обязательный экзамен для абитуриентов, которые поступают в высшие учебные заведения Кыргызстана. От количества баллов, которые абитуриент сможет набрать по ОРТ, зависит, в каком учебном заведении и на какой специальности он сможет продолжить обучение. В этом году тест будут проводить 14-й раз. О том, куда и как будут поступать наши абитуриенты, расскажет Айтуну Кнурдинова. Сейчас Бегджана Касымбекова тревожит одна мысль – успешно сдать общереспубликанское тестирование. И с достоинством пройти один из важных этапов жизни, который во многом определит его будущее. Подготовка и решение пробных тестовых заданий занимает сегодня большую часть времени Бегджана. Только поступив на бюджет, он может осуществить мечту детства – стать врачом. Оплатить за обучение в высшем учебном заведении его родители не могут. В семье уже два студента. Выпускник верит, что ОРТ дает возможность проверить свои знания и поступить своими силами. Тестирование – это способ проверки знаний учеников, которые желают поступить в вузы или в кое-какие университеты. По-моему, это хорошо тем, что можно искоренить коррупцию, и человек может узнать свои результаты и на что он способен. Считает Бегджан Касымбеков. В этом году ОРТ будет проводиться 14-й раз и является обязательным для поступления на все формы обучения в вузах страны. В частности, и на грантовые места. На сегодня на Общереспубликанское тестирование зарегистрировалось более 48 500 абитурентов. Как отмечается, тестирование имеет одну цель – определить наиболее способных к дальнейшему обучению в вузах страны абитурентов. С 24 февраля по 7 апреля мы проводили регистрацию на Общереспубликанское тестирование. Нужно учитывать еще то, что 18 и 21 мая в тестовых центрах, в каждом тестовом центре будет проводиться дополнительная регистрация. И также будет еще регистрация на поздний тест, это будет в июне. То есть с учетом всех этих людей, которые будут, вероятно, будут регистрироваться, мы ожидаем примерно такое же количество человек, которое было в прошлом году. В прошлом году было более 52 тысяч человек. Сообщает специалист Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева. Однако, несмотря на то, что ОРТ является одним из методов, направленных на борьбу с коррупцией в сфере образования, по словам экспертов, в этой системе все еще есть лазейки. Высшие учебные заведения студенты продолжают поступать по блату или же за деньги, задвигая на второй план знания и способности абитурента. Наглядный пример. Был раскрыт факт незаконного зачисления 42 студентов Медакадемии по просьбе ряда депутатов Джоурки Неша в 2013 году. Как отмечается, только 11 из них имели сертификаты о сдаче ОРТ. У остальных в их личных делах отсутствовали сведения о каких-либо внутренних экзаменах. Но они продолжают учиться, рассказывает правозащитник Динара Ушрахонова. Условия и лазейку для злоупотребления возможностью зачислять на ОРТ не по закону. Не по закону. Это так. И в этом принимали участие как политическое руководство Министерства образования, так же и руководство вузов. 37 абитурентов зачислены во исполнении приказов, писем Министерства образования. И так же выявлено, что 4 абитурента, которые были зачислены по этим приказам и письмам, они имеют баллы ниже порога, ниже установленных, которые вообще должны были исполняться во время зачисления. Возмущается руководитель коалиции за демократию и гражданское общество Динара Ушрахонова. Такие же незаконные зачисления абитурентов наблюдаются и в ряде других вузов, отмечают и эксперты. В связи с чем выдвигается инициатива отменить льготы абитурента при зачислении в высшие учебные заведения и зачислять исключительно по результатам ОРТ. Только те, кто имеет соответствующие баллы. Также необходимо установить единое требование и не снижать пороговые баллы для абитурентов во время приемной комиссии. Мы предлагаем, вообще система поддержки сильных ребят может быть на входе, то есть то, что мы сейчас делаем, да, мы на входе стараемся государство поддержать, на входе в систему вуза, да, можно его поддерживать в течение учебы, да, то есть все поступают на контракт, может быть, а потом те, кто действительно хорошо учится, государство доплачивает. Или же третий вариант, можно поддерживать самых сильных на выходе уже. Говорит советник ректора КТУ МАНА Салмазбек Ахматалеев. Представители Министерства и Центра оценки в образовании методов обучения и сами признают, что одним из грубых нарушений в приеме абитурента в прошлых лет было снижение порогового балла ОРТ для ряда высших учебных заведений. Однако в этом году ведомство пытается устранить проблему. Министерство образования уже до начала теста озвучило пороговый балл. И он установлен на уровне 110 баллов по основному тесту и на уровне 60 баллов по всем предметным тестам, то есть по каждому предметному тесту. То есть это говорит о том, что если ранее, например, на дистантную форму обучения выбирался порог 95 баллов, на контрактную форму 105, то в этом году такого не будет. Если у абитурента есть выше 110 баллов, то в этом случае он может претендовать на место в высшем учебном заведении. То есть это основная особенность этого года. Отмечает Чинара Батракеева. При этом система квотирования при зачислении абитурентов остается. Благодаря этому отбору молодежи из глубинки есть шанс получить высшее образование. Также имеется возможность пропорционально распределять бюджетные места. Чтобы не получилось так, что только дети из школ Бишкека или из сильных школ, гимназии могли поступать на бюджетные места, есть такая система квотирования, где учитываются категории школ, из которых поступают вузы. Если говорить о сдаче теста, то условия для всех одинаковые и задания тоже одинаковые. Но когда дети получают сертификат, они получают сертификаты четырех цветов. То есть по всем этим четырем категориям будет отдельно проводиться конкурс. Ни в коем случае дети из Бишкека не будут конкурировать с детьми из, например, Высокогорья. То есть по каждой категории отдельный конкурс. Примерный процент школ, которые у нас в регионах, кроме города Бишкек, это 80%. То есть примерно такое же количество поступает из регионов на бюджетные места. На контрактных местах там немножко иное распределение, там система квотирования не учитывается. Рассказывает специалист Центра оценки образования и методов обучения Батракеева. При этом ежегодно государство выделяет более 5700 бюджетных мест для педагогических специальностей, инженерных и технических направлений. Однако ежегодно наблюдается недобор абитуриентов. Решение этой проблемы эксперты видят в пересмотре специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных грантов. Если мы хотим повысить качество образования, в первую очередь необходимо повысить и уровень порогового балла. Если так посмотреть, 110 баллов, который на сегодня установлен как порог по пятибалльной системе, это два. Если по-другому сказать, в высшие учебные заведения поступают двоечники. И то 110 баллов сегодня считается высоким. А для абитуриентов, которые поступают на педагогический факультет, порог еще снижается до 90 баллов. 90 баллов – это получается единица. Необходимо посмотреть и этот вопрос. Ведь важнее не количество, а качество. Рассказывает член наблюдательного совета при Министерстве образования и науки Алмаз Таджибай. По всей республике на сегодня действует более 90 центров тестирования. Как сообщается ОРТ, в этом году пройдет 19, 20, 22 и 23 мая. Специалисты уверяют, что купить высокие баллы до сегодняшнего дня не удавалось ни за какие деньги. И потому просят выпускников включать не связи, а мозги. Айтуна Хнурдинова специально для ИВПР. Новоиспеченный премьер-министр Теймир Сарьев недавно в рамках рабочей поездки по городу Бишкеки Чуйской области проинспектировал ход реконструкции и строительства дорог. В ходе ознакомления с положением премьер-министр заявил, что теперь еженедельно будет осуществлять мониторинг и инспектировать ход реконструкции и строительства дорог в столице. Такой подход оживил надежду общества на улучшение положения дорог в скором будущем. Общая протяженность автодорог Кыргызстана составляет 34 тысяч километров. В том числе длина дорог, покрытых асфальто-бетоном, более 5 тысяч километров. Остальные в основном черные или каменистые дороги. Ежегодно из республиканского бюджета, а также за счет иностранных грантов и займов, привлечения инвестиций из местного бюджета, выделяется небольшая сумма на улучшение положения дорог. Но несмотря на это, очевидно, что положение остается в плачевном состоянии. Необходимо отметить, что при том, что эксплуатация построенных дорог рассчитана на 18 лет, в некоторых регионах есть автодороги, в которых не производился ремонт более 50-60 лет. В республике ежегодно выделяется около 2 миллиардов сомов на проведение мелких ремонтных работ на дорогах. Многие отмечают, что выделенные средства не используются экономно. Депутат Джорг Кокенеша Улупек Кочкоров говорит о том, что, учитывая состояние бюджета страны, выделяемые средства не так уж и плохи. Все дело в том, что насколько эти деньги используются качественно и предусмотрительно. Не секрет, что в республике наблюдается дефицит бюджета. Каждый год мы принимаем его с недостатками. Принимая данный факт во внимание, не можем сказать, что на дороге выделяется недостаточный средств. Но вся проблема заключается в том, каким образом эти средства используются. Если бы эти средства использовались качественно и экономно, то положение могло бы намного улучшиться. В сфере строительства, особенно в строительстве дорог, имеет место коррупция. Не искоренив ее, мы не можем улучшить положение дорог. Сказал нардеп. Пока лишь соответствующие департаменты при Министерстве транспорта и коммуникации могут осуществлять контроль за качеством и расходом средств. Кроме них, никакого другого объективного и независимого контроля нет. Пресс-секретарь вышеуказанного министерства Халычпек Досумбетов отмечает, что в настоящее время в сфере строительства проводится положительная работа и есть намерение создать в будущем группу из числа независимых специалистов для контроля качества. С момента приобретения независимости республики для строительства дорог за счет иностранных инвестиций и средств международных организаций подстрачено 1 миллиард 967 миллионов долларов, а для внутренних дорог выделено 19 миллиардов 437 миллионов 200 тысяч сомов. При проведении реабилитации дорог у нас есть международные эксперты. Они осуществляют контроль за качеством строительства дорог и с расходованием денежных средств проводят соответствующий мониторинг. Такие же специалисты есть и у нас в министерстве. Но в будущем планируем создать независимую группу наблюдателей. Думаем, что создание такой группы необходимо и проведет к улучшению положения дел в сфере строительства. Тем временем есть конструктивная критика, что в сфере строительства имеет место коррупция. Активно работают постоянные коррупционные схемы. Из-за возможности легкого списания денег и отсутствия контроля качества соответственно строятся некачественные дороги. В республике строительство дорог финансируется тремя способами. Это стимулирующий грант из республиканского бюджета или средства, выделяемые из капитального строительства. Инвестиционный или иностранный грант – займы от финансовых организаций. Например, в 2011 году для ремонтных работ внутренних дорог города Баткен для проложения асфальта из республиканского бюджета было выделено 100 миллионов сом. Однако запланированный ремонт дорог так и не был завершен. Три года назад из республиканского бюджета для проведения ремонта на внутренних дорогах города Баткен было выделено 100 миллионов сом и была начата соответствующая работа. На этот проект так и не был доведен до конца. Эти дороги до сих пор не переведены к какой-либо организации в их баланс. Никто не знает, какая сумма, куда была истрачивая. Если бы начатая работа была доведена до конца, кто-либо мог бы перевести их на свой баланс. Работа так и осталась незавершенной. Соответственно, остается подозрение, что кто-то через своих знакомых присвоил денежные средства. Рассказал наблюдающий за этим процессом журналист из Баткена Аскар Баймуратов. Автомобильное движение по разбитым дорогам с бесконечными ямами – проблема не только для жителей сельской местности. Проблема дорог остров стоит и в столице. 3 мая премьер-министр в рамках своей рабочей поездки по городу Бишкек отметил о необходимости изыскания дополнительных средств для проведения ремонтных работ. Также премьер отметил, что работа по строительству и реконструкции дорог должна включать в себя три показателя – качество, мобилизация и контроль. Все городские службы должны работать в этом направлении, и правительство, и мэрия должны взять на контроль вопрос улучшения состояния дорог в столице. Житель Бишкека Саймык говорит, что не только дороги в новостройках и окраинах столицы, но и в центральных районах дороги находятся в весьма плачевном состоянии. Жалко и транспорт, и самих водителей. К примеру, возьмем «Молодую гвардию». Там невозможно проезжать. Шины могут лопать, да и бензин дополнительно тратить. Посмотрите дороги Старого Толчка. Улица Ленинграда. Там также невозможно ездить. Маршрутки всегда до отказа полные. Это все еще и дополнительные расходы для автотранспорта. Как может в таких условиях при необходимости доехать скорая помощь? Действительно, положение дорог очень плачевное. Безусловно, многих радует строительство дорог за счет иностранных грантов и инвестиций. За счет этого строятся дороги Бишкек-Ош, Бишкек-Баткен-Исфана, Бишкек-Нарен-Торугар, Ош-Сарыташ-Иркештам. Эти крупные проекты в основном реализуются иностранными строительными компаниями. Достаточно ли контроля за ходом строительных работ или есть какие-либо другие моменты, сказать трудно. В настоящее время много тех, кто считает недостаточным работу не только по строительству новых дорог, но и по восстановлению старых. Кроме этого, многие отмечают, что в этой сфере много возможностей для сокрытия денежных средств. Но если не учитывать задержание в прошлом году Стас-секретаря Министерства транспорта и коммуникации Махсата Дейканова, разоблачения каких-либо крупных коррупционных схем пока не было. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok